Девушки отдыхают Угрожает развестись и даже выгнать из дома Раз хочешь сохранить веру, убирайся из дома Снова и снова подвергаясь подавлению со стороны мужа, как она полагается на Бога и проходит через это Чтобы узнать об этом, давайте посмотрим видео свидетельства, кто виноват в разрушении нашей семьи Мы с мужем росли рядом и вместе с родителями верили в Господа Иисуса После свадьбы я открыла медклинику, а он работал телерепортером У нас было двое детей и счастливая семейная жизнь В конце 2008-го мы со свекровью приняли работу всемогущего Бога последних дней Мой муж не принял ее, был занят карьерой, но поддерживал мою веру Читая слова всемогущего Бога, я узнала, что Спаситель пришел и уже 20 лет дает истины для спасения людей Божья работа скоро закончится, и это наш единственный шанс спастись Это бесценная, мимолетная возможность Я буду сожалеть, если упущу ее Верно Поэтому, чтобы начать выполнять долг, я закрыла клинику и стала распространять Евангелие Через пару лет коммунистическая партия Китая использовала СМИ, чтобы искоренить религиозные убеждения Дискредитировать церковь всемогущего Бога Они преследовали христиан Боясь быть втянутым в это, муж стал мешать моей вере Однажды он сказал Я ответила Да Партия лжет, чтобы притеснить церковь всемогущего Бога Да Как ты можешь верить их лжи? Вернувшись, Бог совершает новую работу Те, кто ходят в старые церкви, не обретут ни истины, ни жизни Всемогущий Бог, возвратившийся Господь Иисус Я иду по стопам Бога Я не откажусь от истинного пути Угу Увидев мою решительность, он предупредил Ты не сможешь продолжать верить и посещать собрание Я стала рано вставать и тайком читать Божьи слова За его спиной делилась Евангелием После собрания в 12-м году Я увидела мужа, сидящего у входа в кладовую внизу Увидев меня, он повалил меня на пол и стал избивать У меня получилось вырваться Я побежала, но он догнал меня, ударил по лицу И злобно сказал, я запрещаю посещать собрание Моё лицо было разбито, в глазах потемнело Это крайне жестоко Так и есть Он ударил меня впервые за 10 лет брака Я не думала, что он будет бить меня из-за моей веры Тогда я почувствовала себя испуганной Я подумала, может, стоит прервать выполнение долга Чтобы он снова не побил меня Я знала, что моё состояние неправильно И помолилась Богу, прося Его о вере и силе Затем я вспомнила Божьи слова Ты не должен бояться Будь стойким предо мной, вопреки трудностям Пусть ничто не мешает исполнению моей воли Таков твой долг Не бойся При моей поддержке Кто сможет заступить тебе путь? Помни, всё происходит По моему благому намерению Под моим надзором Можешь ли ты следовать за моим словом? Когда придут испытания Воззовёшь ли ко мне Или съёжишься, оцепенев Аминь Аминь Да Абсолютно всё в руках Бога Без Его позволения Муж бы этого не сделал Бог позволил, чтобы это произошло Если бы, испугавшись, я перестала выполнять долг Не потеряла бы я свидетельства Да Нужно было проявить твёрдость Вопреки притеснениям И я продолжила выполнять свой долг Сталкиваясь с притеснениями Нужно молиться и читать Божьи слова Чтобы обрести веру и силу Да Да Коммунистическая партия Усилила давление против церкви Всемогущего Бога Они репрессировали и арестовывали избранных Божьих Однажды во время собрания Арестовали и меня тоже Продержали десять дней За нарушение порядка Когда я вернулась, муж был в ярости Ты понимаешь, все на моей работе спрашивали о твоём аресте Мне было стыдно Это так унизительно Я сказала Веровать – это правильно Делиться Евангелием – это благородно Злом является партия, которая преследует христиан Истинный путь преследуют веками Силы сатаны преследуют идущих по нему Разве святых не арестовывали за их свидетельство о Боге? Именно Придя в бешенство Он ответил Давай проясним Жизнь будет прекрасна, если бросишь веру Если нет, мы разведёмся Я не буду мешать выбору Он угрожал разводом, чтобы заставить меня отречься Это злило и пугало Не думала, что из-за коммунистической партии Он сможет перечеркнуть десять лет брака Развод, конечно же, навредил бы нашим детям Я этого не хотела Но ещё больше я не хотела предавать Бога Я не знала, как пройти через это Я помолилась, прося Бога о водительстве Я вспомнила его слова Угу Например, за испытанием Иова стоит пари сатаны с Богом А всё случившееся было делами и вмешательством людей За каждым шагом, предпринимаемым Богом в вас Стоит пари сатаны с Богом За всем стоит битва Аминь Аминь Божьи слова заставили понять Хотя внешне это выглядело притеснениями от мужа Сатана использовал его, чтобы заставить меня предать Бога И потерять шанс спастись Я не могла дать сатане победить Ммм Водительство Божьих слов даёт увидеть уловки сатаны Верно Мой муж препятствовал мне, поскольку верил слухам Компартии Если бы я раскрыла их ложь, он бы прозрел и перестал меня притеснять Я сказала Клевета партии на церковь всемогущего Бога Сфабрикованные ей слухи Проработав репортером Ты так и не узнал, как партия сочиняет фейки? Разве не ты говорил, что нельзя ей верить? Кто из верующих во всемогущего Бога бросил семьи? Я верую уже много лет Разве я не забочусь о наших детях и родителях? Он не мог опровергнуть мои слова и яростно сказал Тебя не переубедить Ладно, верь в своего Бога Хлопнул дверью и ушёл После этого, к моему удивлению, он решил подать в суд на развод Нас направили на медиацию Муж забрал мою зарплатную и банковские карты И всё время присматривал за мной Поэтому я не могла выполнять долг Однажды позвонил староста нашей родной деревни Полиция попросила сельский комитет убедиться, что я не следую своей вере И что муж следит за мной Иначе, если меня арестуют, они тоже будут замешаны Услышав это, муж стал давить сильнее Однажды мы со свекровью беседовали о Божьих словах Но мой муж подслушал, ворвался и закричал Ты ещё веришь Думаешь о себе, а не о нашей семье Если тебя арестуют, мы станем соучастниками Сказав это, он ударил меня Дети были так напуганы, что спрятались в своих спальнях А моя свекровь плакала от горя Я была крайне возмущена Только из-за моей веры Компартия заставляла моих родных мешать мне Что пугало мою 80-летнюю свекровь и детей Счастливая семья докатилась до такого Я чувствовала себя опустошённой Это было делом рук партии Так и есть Муж постоянно использовал веру как повод для ссор Я не могла выполнять долг Лишь читать Божьи слова в его отсутствии Я тосковала по дням, когда ходила на собрания И могла выполнять долг Но теперь мой дом стал клеткой Два месяца я терпела холодность и упрёки мужа Была такой несчастной и подавленной Я не знала, когда это закончится В определённый момент я взмолилась Всемогущий Бог, мне так больно и плохо Я не знаю, как пережить эту ситуацию Просвети меня, чтобы я поняла Твою волю Помолившись, я прочитала Божьи слова Всемогущий Бог говорит Эта земля, тысячелетиями пребывавшая в пороке Невыносимо осквернена Всюду страдания Бесчинствуют призраки Которые обманывают и морочат Измышляют ложные обвинения Безжалостно и злобно попирая Этот обнесённой стеной мёртвый город Оставляя за собой повсюду трупы От их разложения Вся земля наполняется смрадом Который пропитывает воздух Но этот город усиленно стерегут Кто может видеть мир за горизонтом? Дьявол плотно опутывает всё тело человека Зашоривает оба глаза И плотно запечатывает его уста Царь Бесовский Уже несколько тысяч лет бесчинствует И по сей день стережёт мёртвый город Как неприступную обитель бесов Тем временем Эта свора сторожевых псов Злобно таращится вокруг Страшно боясь Как бы Бог не застал их врасплох И не покончил со всеми ними сразу Лишив их этого края благоденствия Как можно было людям В подобном мёртвом городе Когда-либо увидеть Бога? Наслаждались ли они когда-либо Божьей ценностью и красотой? Как они понимают дела человеческого мира? Кто из них может понять Настоятельную волю Божью? Не столь удивительно тогда Что воплотившийся Бог Остаётся совершенно сокрытым В подобном тёмном обществе Где бесы безжалостны и бесчеловечны Как бесовский деспот Который не моргнув глазом Убивает людей Потерпел бы существование Прекрасного, доброго, а также святого Бога Стал бы он, рукоплеща Приветствовать пришествие Божье Они же прихвостни и псы За доброту они платят ненавистью Они давным-давно уже видят в Боге врага Они оскорбляют его Они совершенно озверели У них совсем нет уважения к Богу Они разбойничают и грабят Утратив всякую совесть Поступая совершенно бессовестно И искушая невинных до бесчувствия Что правоцы древности Что почитаемые вожди Все они противятся Богу От их вмешательства Все под небесами Пришло в состояние тьмы и хаоса Религиозная свобода Законные права и интересы граждан Это все уловки для сокрытия греха Аминь Божьи слова показали мне, что компартия – воплощение сатаны, демон, пришедший на землю Она заявляет о свободе вероисповедания, но противится Богу и жестоко с избранными Его Так и есть В последние дни воплощенный Бог выражает истины для спасения Возможную ложь, чтобы оклеветать церковь всемогущего Бога Вводя в заблуждение людей, чтобы они не приняли истинный путь Члены семей христиан верят в ложь компартии и преследуют избранных Божьих А за противление Божьему слову они попадут в ад Да Компартия так отвратительна и зла Так и есть Если бы мы не страдали Если бы не Божьи слова, разоблачающие злую, богоборческую сущность партии Мы бы тоже были обмануты ею Да Я все сильнее убеждалась, что компартия – демон, ненавидящий Бога и уничтожающий людей Злейший враг Бога И я возненавидела ее Я поклялась отречься от нее и всегда следовать за Богом Я прочитала Божьи слова Можно я прочитаю? Конечно Вот здесь Большой красный дракон преследует Бога и является его врагом И, пребывая в этой земле, верующие в Бога подвергаются унижению и гонению Работа развернулась на земле, что противится Богу И весь его труд сталкивается с препятствиями Для исполнения Его слов требуется время И люди переплавляются посредством Божьих слов Это тоже элемент страдания Для Бога тяжело выполнять свою работу на земле большого красного дракона Но через подобные трудности Бог осуществляет этап своей работы, чтобы явить свою мудрость и дивные деяния Бог пользуется такой возможностью, чтобы сделать людей целостными Аминь Из Божьих слов я узнала, что партия работает против Бога и является Его врагом А значит, верующим в Китае надлежит испытывать большие притеснения и трудности Это предначертано Богом Бог использует трудные условия для совершенствования веры Чтобы мы распознали большого красного дракона Возненавидели и отвергли его, чтобы он больше не вредил нам Да Но я не знала Божьей воли Я была настроена негативно, жаловалась на страдания Не искала истину, не извлекала урока Я была мятежной Бог столь велик, но Он терпит такую боль, чтобы спасти развращенное человечество Он воплотился и пришел, чтобы говорить и работать Претерпевая преследование и гонение злобной компартии и осуждение религиозного мира Но Бог не отказывался от спасения человечества Он продолжил выражать истины, поливать и взращивать нас Терпел унижения и боль ради спасения человечества Именно И когда я испытывала небольшие страдания ради спасения В моем сердце не было истинной веры и послушания Богу Мой духовный рост был так мал В этот момент я была полна сожаления и вины И я решила, что как бы муж не относился ко мне, я не поддамся плотским слабостям Я буду полагаться на Бога, чтобы не уступить сатане После этого, несмотря на препятствия со стороны мужа, я уповала на Бога И благодаря Его водительству мне уже не было так больно Слава Богу, если бы ты не прошла через притеснение, трудности и страдания Не смогла бы обрести истинное понимание Да Возможность получить такую пользу – это Божья любовь Так и есть Как-то муж узнал, что я поделилась Евангелием и отругал меня Партия говорит, твои проповеди разрушают семьи Я предупреждаю, тебе лучше перестать проповедовать Евангелие Иначе у меня будут проблемы Он произнес богохульные слова Я возмутилась, увидев, что его взгляд полон ненависти к Богу Мы делимся Евангелием, чтобы люди приняли Божье спасение Но партия все переиначивает Придумывает ложь, говоря, что мы разрушаем семьи людей Это зло и бесстыдство Так и есть Многие годы компартия действует против Бога Многих христиан арестовали и посадили в тюрьму Чтобы избежать ареста, они находятся в бегах вдали от дома Так много семей было разрушено и разделено Партия – виновник разрушения этих христианских семей Видя, как муж поддается лжи партии, не может распознать зло И с ненавистью относится к Богу и верующим Я вспомнила Божьи слова Всякий, кто не верит в воплощенного Бога, демоничен И более того, будет уничтожен Кто сатана, кто бесы и кто Божьи враги Как не те, кто противятся Богу и не верят в Него Аминь Божьи слова показали мне богопротивную природу и сущность моего мужа Я верила в Бога и делилась Евангелием, а Он пытался всеми силами меня остановить и богохольствовал Казалось, что это направлено против меня, но на самом деле Он ненавидел истину и Бога Раньше я не видела сущность мужа Все время брака он был заботлив и внимателен Во всем соглашался со мной, казался добрым Я не думала, что притеснения моей веры партией повлияют на его репутацию И он станет совсем другим Начнет меня бить, препятствовать моей вере в Бога и богохольствовать Это было проявлением демона Сначала я питала иллюзии, что он введен в заблуждение ложью компартии И если бы он прозрел, возможно, перестал бы быть жестоким Теперь я поняла, что ошибалась Мой муж был репортером Он хорошо знал, как партия создает ложные новости Но все равно верил им и преследовал мою веру Он был демоном, ненавидящим Бога Да Я увидела, что раньше он был добр, чтобы использовать меня для рождения детей и заботы о родственниках Это не настоящая любовь Это напомнило мне Божьи слова Верующие и язычники несовместимы, непримиримы Я была верующей, следовала за Богом, искала истину и была на истинном пути Мой муж следовал закон партии и шел против Бога У нас были разные пути Мы жили вместе без взаимопонимания Это было болезненно Когда я это поняла, Твад бросила все иллюзии на его счет Ты больше не чувствовала себя ущемленной Да На опыте мы узнаем, как непросто постигать истину, веря в Бога Без страданий трудно познать истину и обрести понимание Да В то время я не могла часто читать Божьи слова, посещать собрания и выполнять долг Я была совершенно несчастна В те дни я молилась Богу, прося Его показать мне выход Однажды вечером муж сказал Я ходил к гадалке, чтобы спросить о карьере И о том, когда моя жизнь улучшится Не думая, я ответила Какой же ты верующий, если покупаешься на эти бредни Я была потрясена Он изменился в лице и ударил меня кулаком в живот В истерике он закричал Раз упорствуешь в вере, убирайся из дома В тот момент мне было так больно Казалось, органы сместились Я лежала на полу, от боли сжимая живот Думала, как изо дня в день муж притесняет меня Не дает читать Божьи слова, посещать собрания и выполнять долг Я не смогла бы стремиться к истине и обрекла бы себя на погибель Теперь он стал жестоким со мной, угрожал выгнать Я не могла больше терпеть эти мучения Я решила уйти от него Освободиться из домашней тюрьмы И вырваться из адской жизни В ту ночь я лежала в постели и рыдала от горя Смотрела на дом, который мы строили Думала о десятилетнем браке, что вот-вот распадется О славной семье, разрушенной компартией И меня одолела слабость Особенно при мысли о том, как будут жить дети Старшая могла о себе позаботиться Но младшей было всего четыре Она часто болела Многие годы я заботилась о ней Мы с ней были неразлучны И свекровь тоже старела Кто позаботится о них в случае развода? Эта мысль рвала мне душу Я попросила Бога просветить меня И помочь постичь Его волю Угу После молитвы я вспомнила Божьи слова Всемогущий Бог говорит Бог сотворил этот мир и ввел в Него человека Живое существо, которому Он даровал жизнь Впоследствии у человека появились родители и родственники И он уже не был одинок С тех самых пор, как человек впервые обратил свой взор на этот материальный мир Ему было суждено существовать в границах Божьего предопределения Именно дыхание жизни, исходящее от Бога Поддерживает каждое живое существо На протяжении всего Его роста и до наступления зрелости В течение всего этого процесса Никто не полагает, что человек возрастает под Божьей опекой Наоборот, они считают, что человек возрастает благодаря нежной заботе своих родителей И что рост его управляется его же жизненным инстинктом Все это происходит потому, что человек не знает, кто даровал ему жизнь Или откуда она произошла Тем более не знает он, каким образом жизненный инстинкт творит чудеса Человек знает только то, что пища является основой для продолжения жизни А упорство – источником его существования И что убеждение человеческого разума – это капитал, на котором зиждется его выживание Человек вовсе не ощущает Божьей благодати и его обеспечения И поэтому он понапрасну растрачивает жизнь, дарованную ему Богом Ни один человек из этого рода людского, находящегося день и ночь под Божьей опекой Не соизволит поклониться ему Бог лишь продолжает, как и запланировал, проводить свою работу над человеком В отношении которого у него нет никаких ожиданий Он делает это в надежде на то, что в один прекрасный день Человек пробудится от своего сна И внезапно осознает ценность и смысл жизни Ту цену, которую Бог заплатил за все дарованное ему И узнает, с каким страстным волнением Бог ожидает, когда человек возвратится к Нему Почему бы тебе не верить их в мои руки? Разве ты недостаточно веришь в меня? Или ты боишься, что я предприму ненадлежащие меры по отношению к тебе? Почему ты всегда беспокоишься о своей семье по плоти? Ты постоянно изнываешь по тем, кого любишь Занимаю ли я определенное место в твоем сердце? Аминь Аминь Божьи слова предельно ясны Наши судьбы всецело в руках Бога Вырастут ли мои дети благополучно? Не зависит от нас, родителей Ведь все решает Бог Да Божьи слова показали Бог – источник жизни человека Он управляет нашими судьбами Здоровье моей младшей дочери, то, с чем она столкнется, и ее судьба – все предопределено Богом Что бы ни устроил Бог, это будет самым подходящим Но мне не хватало веры в Бога Я думала, что дети вырастут здоровыми, если я буду заботиться о них Я не отдавала их в руки Бога Я была заносчива и невежественна Если я, как мать, нахожусь рядом с дочерью, я могу лишь согреть и накормить ее Но не управлять ее судьбой Нужно было подчиниться Божьему обустройству и передать ее в руки Бога Отпустить все тревоги, делиться Евангелием и выполнять свой долг Понимание Божьей воли стало для меня освобождением На следующий день мы с мужем занялись разводом Когда чиновник узнал, что причиной была моя вера в Бога, он сказал мне Раз дело в религии, то вы потеряете своего мужа, детей и дом Уверены, что хотите этого? Услышав эти слова, я засомневалась Хотя я видела богоборческую сущность мужа и была готова отдать детей Богу Мысль о том, что подписавшись, я лишусь дома, детей и всего остального Заставила меня колебаться Понимая, что я в неправильном состоянии, я мысленно помолилась И вспомнила Божьи слова Как сотворенное существо, ты должен поклоняться Богу и вести осмысленную жизнь Не поклоняясь Богу и живя в своей скверной плоти, разве ты не животное в людской одежде? Раз ты человек, то должен посвятить себя Богу, снося все страдания Охотно и уверенно принимать ту малость страданий, которым ты подвергаешься И жить полной смысла жизнью, подобно Иову и Петру Вы люди, следующие истинным путем, устремляющиеся вперед Поднявшиеся в стране большого красного дракона Те, кого Бог называет праведными Это ли не жизнь, больше всего исполненная смыслом? Аминь Аминь Божьи слова сразу же просветили меня Да, я сотворенное существо Поклоняться Богу – мой долг Отказаться от всего, чтобы искать истину и следовать за Богом Это правильный жизненный путь Такая жизнь наиболее ценна и значима Так и есть Бог явился и работает в последние дни, чтобы спасти человечество Иметь счастье принять Божье спасение и получить подпитку Его слов – это Божья милость и благодать Да Сейчас Божья работа подходит к концу Я должна посвятить себя Богу и выполнять свой долг Иначе я упущу свой шанс на спасение и буду сожалеть Но муж пошел на поводу у компартии, препятствовал мне и притеснял Относился ко мне как к врагу Он избил меня при упоминании слова Бог Находясь в этом доме, я не могла читать Божьи слова, посещать собрания или выполнять долг Развод был единственным способом верить в Бога и следовать за Ним Разве, живя так, я не была бы пустой оболочкой Я оказалась бы в аду, где была бы наказана вместе с сатаной Перед лицом фактов стало ясно, что мой муж и дом не были моей опорой Они были инструментами, которые сатана использовал, чтобы погубить меня Только Бог – моя опора Только Он подпитывает мою жизнь Следование за Богом и исполнение долга – единственный способ обрести спасение, хорошую судьбу и место назначения Верно Я вспомнила о Петре, который, чтобы верить в Бога, освободился от ущемлений родителей Бросил все ради Господа Иисуса Взяв пример с Петра, я должна была освободиться от оков мужа и следовать за всемогущим Богом Слава Богу! И поэтому я подписала документы о разводе После этого не так трудно выполнять долг и верить в Бога Да Когда я вернулась, старшая дочь сказала Мама, верить в Бога правильно, но видя отношения папы, я не хочу, чтобы ты так страдала Я поддерживаю развод Ее слова очень ободрили меня Когда мои друзья узнали о разводе, некоторые стали настаивать, чтобы я отказалась от своей веры Я твердо и уверенно сказала им, вера в Бога – истинный путь Я хорошо заботилась о семье Но он поверил лжи компартии и мешал моей вере Он бил меня, кричал, вынудил развестись Моя жизнь была лишена честности и достоинства Другого выбора нет Компартия разрушила нашу семью Им нечего было сказать в ответ После этого я ушла из дома и присоединилась к братьям и сестрам Я стала распространять Евангелие Читать Божьи слова, беседовать об истине, наслаждаться подпиткой Божьих слов Я чувствовала себя спокойно Подвергшись преследованием компартии и притеснением своего мужа Я увидела злобное лицо компартии, ненавидящей Бога Она есть воплощение сатаны и злейший враг Бога Я всем сердцем презирала и отвергала ее Я также увидела истинную богоборческую сущность мужа И вырвалась из клетки этого дома Это было Божьим спасением Да Слава Богу Благодарение Богу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok